Уроки по изучению Библии в 10, 25 и 26 стихах. В этих двух главах, в 9 и 10, мы видим, как Ездра следил за соблюдением закона. В начале главы 9 ничто, кроме фразы по окончанию этого, не говорит о времени событий. Эту фразу мы находим в 1 стихе. В 10 главе Ездры, 9 стихе, все же указывается, что о мерах в связи со смешанными браками было объявлено в 9 месяце, в 20-й день, то есть через 4,5 месяца после прибытия Ездры. Через несколько месяцев после прибытия Ездры в Иерусалим ему сообщили, что среди народа есть грех. 9 глава 1 и 2 стихи. Среди Божьего народа были такие, кто вступал в брак с женщинами иноплеменных народов. И вот что мы читаем. Народ израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, и при том рука знатнейших и главнейших была в этом беззаконии первой. Услышав это, Ездра сильно огорчился и от унижения и стыда разодрал на себе одежды и стал рвать волосы на голове и бороде. Он сидел в печали до вечерней жертвы, а затем вознес молитву, в которой исповедал грех Израиля. 9 глава с 3 по 6 стихи. Почему он так встревожился? Что это был за грех? Закон запрещал вступать в брак с представителями других народов. Об этом написано в книге Исход, 34 глава с 11 по 16 стихи, и в книге Второзакония, 7 глава, стихи 3 и 4. Божий народ нарушил закон. Почему Бог запретил смешанные браки? Почему Ездра, а позднее Неемия в книге Неемии 13 глава с 23 по 29 стихи, был так этим обеспокоен? О причине говорится в стихах, запрещающих смешанные браки с язычниками. Вступить в брак с человеком, не принадлежащим к израильскому народу, означало связать себя узами с идолопоклонником и таким образом оказаться в опасности самому быть вовлеченным в идолопоклонство. Во Второзаконии, в 7 главе, в 3 и 4 стихе говорится «И не вступай с ними в родство, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Такое уже было в истории Израиля. Неповиновение Израиля закону в этом отношении в прошлом оказалось губительным для Божьего народа. Основанием для обеспокоенности Ездры было его усердие в слове Божьем и любовь к Божьему народу. Иудеи возвратились после 70-летнего плена, наказания, постигшего их по крайней мере отчасти, из-за смешанных браков с иноплеменными народами и поклонения идолам. Сейчас Божьей милостью остаток вернулся в землю обетованную. И что же они делали? Они творили те же грехи, из-за которых за сто лет до того их наказал Бог. Ездра любил свой народ и хотел, чтобы они соблюдали закон, и чтобы история не повторилась. Он предпринял решительные шаги для искоренения греха, предотвращавшие его распространение. Позднее не имея поступит точно так же. Неприятие Богом смешанных браков в Израиле было вопросом религии. Для него самым важным было несохранение чистоты родословной израильского народа. Это родословное никогда не было чистой. Представители других народов всегда могли присоединиться к иудеям. В родословии Иисуса, например, названы три женщины иноплеменного происхождения — Фомарь, Рахава и Руфь. Об этом читаем в первой главе книги Евангелия от Матфея в третьем и пятом стихах. В дни Ездры язычники тоже могли стать иудеями. И поэтому с возвратившимися иудеями скорее всего происходило следующее. Они заключали браки с язычниками, но многие из язычников, в особенности женщины, отказывались становиться празелитами и поклоняться единому истинному Богу. Они оставались язычницами и долопоклонницами, и таким образом представляли угрозу иудейскому обществу. Не исключалось, что они и своих мужей стали бы уводить от Господа Бога. Результат мог бы оказаться пагубным для веры Израиля. Следовательно, Ездра и Неемия заботились о своей вере, а не о родословной Божьего народа. Проблема стояла еще более остро, по той причине, что виновными в заключении смешанных браков с иноплеменными женщинами были главным образом иудейские вожди. Следовало ожидать, что остальная часть общества последует за ними. Таким образом, иудея оказалась в тяжелой ситуации, которую требовалось немедленно разрешить. Решение проблемы подсказали круто, да? Читая об этом, мы склонны думать, бедные жены, как же они выжили? Особенно нас ставит в тупик мысль о брошенных детях. Причем тут дети? Они не сделали ничего плохого, и теперь без отцов кто же будет заботиться о них? Как отвечать на эти вопросы и возражения? Мы должны признать, что не всегда можно объяснить, а фактически мы никогда не сможем полностью объяснить то, как действует Бог или чего Он требует от Своего народа. Когда мы пытаемся объяснить, на наш взгляд, странные или сомнительные действия со стороны Бога или Его народа, это можно назвать только досужими домыслами. Даже если наше предположение будет обосновано, оно все равно останется предположением. В конце концов, мы должны признать, что мы не можем знать о Божьих замыслах, целях или причинах больше того, что Он поведал нам. Хотелось бы верить, что бывшие мужья и отцы, которые отказались от своих жен и детей, постарались обеспечить их на будущее. Возможно, у них были близкие родственники из язычников, жившие по соседству, так что им не грозил голод или смерть под открытым небом. Также возможно и то, что Бог считал их настолько развращенными, а их влияние настолько пагубным, что Он не хотел, чтобы иудеев волновало их благополучие после того, как они ушли. Мы достоверно знаем лишь то, что произошло. Принятые меры были крайними, но действенными. Благодаря усилиям Ездры, а позднее и Неемии, иудеи были спасены и теперь, очевидно, навсегда от возврата к идолопоклонству. Какой урок нам следует вынести для себя по поводу этого греха и принятого решения, которое мы находим в книге Ездры? Сначала разберем, как мы не должны использовать данный отрывок, а затем посмотрим, как мы можем его применить. Во-первых, нельзя ссылаться на эти стихи в случае межрасовых браков. Ни здесь, ни в каком-либо другом месте Библии Бог не запрещает межрасовые браки. Он заботится о вере своего народа, а не о цвете его кожи. Кроме того, этот отрывок не относится в первую очередь к бракам, заключенным после развода. Даже если некоторые иудеи и развелись со своими иудейскими женами, чтобы жениться на чужеземках, как видно из книги Малахии, 2 глава с 10 по 16 стихи, книга Ездры не ставит в центр внимания вопросы брака, развода и повторного брака. Мы бы вышли за рамки свидетельства и фактов, если бы стали говорить, что так как Ездра и Неемия потребовал, чтобы эти иудеи оставили своих языческих жен и детей, то христиане, чей брак не соответствует Писанию, должны оставить своих жен или мужей и детей. Во времена Ездры существовал другой принцип. Бог сохранял верный народ, через который мог прийти Мессия. Поэтому и был предпринят такой радикальный шаг. Неверующие были удалены из числа Божьего народа. Их удалили не потому, что они были причастны к разводам и повторным бракам, не соответствовавшим Писанию, а потому, что они были идолопоклонниками. Вместо того, чтобы пытаться применить эти стихи к случаям межрасовых браков или к вопросам брака и развода, мы можем обоснованно применить их к проблеме религиозно смешанных браков. Ездру тревожило то, что представители Божьего народа вступали в брак с неверующими. Это также должно заботить и Церковь. Справедливо будет сказать, что книга Ездры наглядно показывает принцип, который применим и в наши дни, а именно представителям Божьего народа следует вступать в брак с верующими, чтобы их сердца не отвратились от Бога. Слишком многие христиане, заключавшие браки с непринадлежащими к их вере, в результате не сохранили верность Господу. Даже когда они остаются верными, на их пути появляются препятствия в служении Христу. Им часто бывает трудно регулярно посещать богослужения, щедро жертвовать или использовать свои дома и таланты для служения Богу. Они также вступают в напряженную борьбу, когда стараются воспитывать своих детей в учении и наставлении Господним, как об этом повелевает Павел в послании Ефесиным, 6 глава, стих 4. К чести христиан, многие из них одержали победу и привели своих неверующих мужей и жен ко Христу. Однако много и таких, которые хотели это сделать, да не сумели. Молодым христианкам, думающим о вступлении в брак с непринадлежащими к вере, следует помнить, что брак сам по себе еще никого не изменил. Юношам, чтущим Бога, следует понимать, что этот же принцип применим и в отношении женщин. Для верных христиан всегда будет лучше вступать в брак с такими же верными христианами. Тем не менее, мы должны признать, что учение Нового Завета по этому вопросу не содержит такой очевидный запрет, как закон Моисея, который категорически запрещал вступление в брак с неверующими. В то время как Павел писал, что мы не должны склоняться под чужое ярмо с неверными, второе послание к Коринфянам, 6 глава, стих 14, он и другие также ясно дал понять, что для христианина не грех состоять в браке с неверующим. Он указывал, что неверие не является обоснованной причиной для развода христиан с неверующими. Это указание резко контрастирует с требованием Ездры, чтобы иудеи оставили своих чужеземных жен. Из учения Нового Завета мы можем сделать четыре вывода. Первое. Христианам всегда неразумно вступать в брак с нехристианами по той же причине, по какой для израильтян было грехом вступать в брак с неверующими, потому что есть возможность того, что из-за неверующего христианин может отпасть от Господа. Во-вторых, христиане не имеют права разводиться со своими мужьями или женами на том лишь основании, что те не являются христианами. Напротив, Павел особо подчеркивал, что христиане не должны отказываться от своих мужей и жен, не христиан. В 1 Коринфянам 7 главе 12 и 13 стихах читаем «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». В-третьих, христиане, состоящие в браке с нехристианами, должны жить так, чтобы привлечь своих мужей или жен ко Христу. Петр по этому поводу сказал следующее. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, образом жизни жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят вашу чистую богобоязненную жизнь, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети, ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Первое послание Петра, третья глава, стихи с первого по шестой. Для христиан всегда опасно вступать в брак с теми, кто не принадлежит к церкви. Тем не менее, многие твердые в вере христиане, в том числе мой отец, даже из числа руководителей церкви, потому стали христианами, что женились на преданных Богу христианках. Благослови, Господь, тех жен, которые следуют наставлениям Петра и своим образом жизни приводят мужей к Богу. Все же мы всегда должны напоминать, что неразумно христианам ступать в брак с теми, кто не принадлежит к их вере. Если вы думаете по-другому, вспомните развращенность в дни Ноя, развращенность, причиной которой было то, что сыны Божьи брали в жены красивых дочерей человеческих. Бытие, 6 глава, 2 стих. Вспомните, что дети Соломона не сумели удержать распавшееся царство их отца, потому что чужеземные жены Соломона отвратили сердце его от Бога. Третья книга царств, 11 глава, стихи с 1 по 13. Наконец, вспомните ужасные события, о которых мы прочли в книге Ездры, 9 и 10 главах. Представьте тех жены детей, которых выгоняли из дому. Боль, плач, гнев, упреки, чувство вины, семьи разбиты, жены, которых любили, брошены, дети, которых нежно лелеяли, оставлены, мужья и отцы, несомненно, были убиты горем и чувствовали огромную вину. Почему? Они греховно и неразумно нарушили закон Божий, взяв в жены неверующих женщин. Последствия брака с нехристианками могут и не быть такими драматичными, как для тех иудеев, но боль и страдания обязательно придут к тем христианам, которые вступили в брак с неверующими. Книга Ездры учит нас тому, что религиозно смешанные браки производят проблемы. Вы можете и должны избежать таких проблем, приняв решение не вступать в брак ни с кем, кто не является верным христианином. Все слайды с уроками можно найти на приложении Капли Сота. Там добавляются регулярно новые уроки.